Сегодня я хотел бы рассказать о бизнес направлении, которое мы развиваем активно и которое мы пропагандируем. Это выпуск кастомных юзер токенов на блокчейне, их использование для краудфандинга. Откуда у нас экспертиза в краудфандинге? Мы краудфандили наш проект, у нас было ICO. Что такое ICO, я думаю, большинство предстоящих знает. Я попозже расскажу подробнее о структуре ICO. Здесь плохая вина. Это страница топа краудфандинговых проектов за все время на Википедии. Мы находимся там на седьмом месте после Ethereum. Собрали мы 30 тысяч биткоина в этом году. Порядка 17 миллионов долларов это было по тому курсу. Соответственно, какая-то экспертиза у меня есть, и я хотел бы поделиться своим видением того, как этот рынок будет развиваться, откуда он возник и что из этого может вообще всего получиться. Значит, вообще как возник подход к ICO, к инвестированию в криптовалюты, так скажем, толпой? С появлением интернета появились возможности и другие инвестирования в проекты, помимо классического венчурного пути. И сейчас многие люди считают, что венчурное инвестирование как бы поломалось и работает не так, как должно. В принципе, эта тема, наверное, другой презентации. Второй смысл здесь сводится к тому, что классические венчурные фонды требуют существования крупных экзитов, крупных юникорнов, то есть проектов с гигантской капитализацией, которые приносят гигантский профит. Без них они просто не могут существовать. Соответственно, есть тенденция вкладывать в проекты, которые находятся на волне какого-то хайпа, соответственно, они все бегут в одну сторону, допустим, вкладывают в мобильные технологии или что-то еще, или в virtual reality, надувают пузыри, и поэтому венчурное инвестирование имеют свои проблемы. Поэтому с появлением интернета люди подумали, что можно как-то по-другому привлекать деньги на свои проекты, появился Kickstarter, краудфандинговая модель, которая позволяет обратиться к общей интернет-аудитории и попросить у них денег на проект. Существует Kickstarter, на котором вы можете инвестировать 50 долларов и ждать вашего гаджета, который вам сделают, а могут и не сделать. То есть здесь это не инвестиция, это скорее больше действительно какой-то донейшн. Какие-то проекты могут идти по этому пути, а какие-то не могут. Соответственно, не для всех проектов это хорошо. На Kickstarter далеко не каждый проект может поднять деньги. Поэтому люди подумали, что можно модель Kickstarter обобщить и сделать некий краудинвестинг, то есть чтобы люди покупали акции компании и входили в equity компании. Но эта схема, она уперлась в регуляторные проблемы. Существуют законы в Америке, допустим, Equity Crowdfunding Act. В Англии существуют. В России нет, в принципе. В России краудинвестинг, скорее всего, незаконен сейчас по данному состоянию законодательства. Но даже в Америке нет больших краудинвестинговых проектов. Это все-таки сопряжено с большими трудностями регуляторными. И вот появились криптовалюты. С появлением криптовалют и интернета появляется сейчас, начинает появляться некая новая схема привлечения средств в проекты, которая идет по некоторому другому пути. Она, в принципе, легальна. Бесспорно, законодательство будет ее как-то догонять. Но пока она при правильном подходе абсолютно легальна. Это схема, которая называется ICO, краудинвестинг. И она основана на краудфандинге. Давайте подумаем вообще, как это возникает, как это возникло. Почему она должна быть основана на краудфандинге? Потому что краудфандинг – это для многих проектов выход. И он позволяет сделать то, что венчурное инвестирование не позволяет сделать. Вы обращаетесь к своим пользователям за финансированием. Они пользуются вашим продуктом и, соответственно, понимают его ценность. И поэтому им как бы просто и понятно дать вам денег. И они не ориентированы на выходы какие-то бешеные тысячи процентов профита. Они хотят поддержать ваш продукт, возможно, они хотят заработать, но у них нет такого спекулятивного интереса большого. Вы получаете, кроме того, непосредственный фидбэк от комьюнити ваших инвесторов. Потому что они заинтересованы на вашем продукте, пытаются его улучшить и дают вам некий фидбэк. И тестируют ваш продукт. И мало того, помимо тестирования, они его продвигают. Они пытаются продвинуть ваш продукт так, как и вы хотите это сделать. Потому что они заинтересованы успехи вашего проекта. Поэтому получается, что один доллар, который вы подняли через краудфандинг, может быть равен трем долларам, например, которые вы подняли от венчурного фонда. Потому что вы получаете дополнительные сервисы с этим одним долларом. Вы получаете тестеров, промоутеров, фидбэк, то есть консалтинг какой-то от вашего комьюнити. Поэтому краудфандинговая схема может быть очень интересна для многих проектов. Особенно связанных с интернетом, социальными сетями, вот такими штуками, но не обязательно. И соответственно, когда появились криптовалюты, краудфандинговая схема была использована для финансирования разнообразных блокчейн-проектов, когда разработчики монеты какой-то продавали просто монету, то есть это называлось pre-mine, люди как бы генерировали эти, создавали блокчейн, создавали на нем монеты и продавали его инвесторам. Так возникла схема ICO, Initial Coin Offering. Это просто как бы понятно, что это происходит от IPO, Initial Public Offering. То есть название не очень удачное, но такое, какое есть. Это как бы делать на блокчейне удобно, система децентрализованная, никто это не может запретить сделать, вы делаете блокчейн ваш, разработчики делали систем, которые шли по этому пути, выпускали там токены и продавали их инвесторам. И эта схема, она достаточно активно развивается сейчас, очень много проектов шли по этому пути. Ethereum также шел, Waves, многие другие проекты. Постоянно сейчас происходит ICO новых валют. И чем являются эти токены фактически? Их природа какая? Это некий цифровой продукт, который имеет ценность. Ценность его состоит в чем? В чем состоит ценность криптовалюты? Она позволяет передавать value. То есть вы можете передавать value от одного пользователя к другому. И поэтому у нее есть некая ценность. Фактически она существует в децентрализованной системе, может свободно торговаться, поэтому стоимость ее может меняться. Что это по сути? То есть это некий цифровой продукт, объединенный с некой equity. То есть здесь какие-то, возможно, у держателей монеты есть какие-то права собственности и какие-то права голосования в некоторых системах. И может объединять себе свойства ваучера даже на некоторые сервисы. Сейчас мы подробнее об этом поговорим. Потому что эта схема ICO, которая возникла в криптовалютном комьюнити, может быть обобщена не только на криптовалюты, но и на разные другие проекты. Сейчас я постараюсь объяснить, как это может возникать. Поскольку крипто эти токены выпускаются в ограниченном количестве, если спрос на них превышает предложение, то цена их растет. И поэтому их ограниченность делает их интересным инструментом инвестирования для некоторых инвесторов. Соответственно, эта схема ICO может быть обобщена на обычные проекты, не только монеты, не только коины, а на какие-то другие проекты. Самое простое обобщение – это кикстартер с возможностью выхода из вашей инвестиции. То есть когда вы на кикстартере делаете донейшн, вы получаете токен, который является ваучером, который вы можете обменять впоследствии на продукт. Если вы не хотите менять и если вы понимаете, что продукт, скорее всего, не будет сделан, вы можете попытаться продать его на открытом рынке, который всегда есть в блокчейн-системах. Потому что сверху любой блокчейн-системы сразу возникают централизованные биржи, некоторые блокчейны имеют внутренние биржи. То есть здесь всегда существует open market, вы всегда можете продать вашу инвестицию. То есть самое простое обобщение – это кикстартер с возможностью выходов. Обобщение, которое более интересно… Сейчас я пропущу этот слайд, покажу следующий. Возможно, это несколько такие абстрактные вещи. Попробуем собрать деньги на социальную сеть, условно говоря, используя на развитии социальной сети, используя схему ICO и обобщив ее за пределы криптовалют. Вот у нас есть социальная сеть. Что мы делаем? Мы выпускаем внутреннюю валюту на блокчейне, продаем ее инвесторам. Она может использоваться для оплаты сервиса внутри сети, для перевода денег какой-то стоимости от одного пользователя к другому. И кроме того, руководство социальной сети гарантирует то, что вы можете купить, допустим, за 100 монет, за 100 SN coin, social network coin, рекламу по всей сети. То есть ваша баннерная реклама будет показана всем пользователям сети за 100 монет. То есть в начале года у вас сеть обладала 10 тысячами пользователей, потом она растет, вот вы подняли деньги, таким образом юзеры начинают пользоваться этим сенкойном, сеть растет и в конце года у вас появляется уже не 10 тысяч пользователей, а 100 тысяч пользователей. Но за те же 100 монет вы можете купить рекламу по всей сети. То есть таким образом вы показываете рекламу не по 10 тысячам пользователей, а по 100 тысяч пользователей. То есть стоимость 100 coin выросла, потому что вы получаете больше сервис за те же 100 монет. Эта схема очень интересна, она может быть обобщена на разные другие системы. Что мы видим? Это не есть криптовалюта, это есть некий токен, который встроен в функциональность вашей системы, имеет переменную стоимость, может быть использован для каких-то сервисов внутри системы. Кроме того, он торгуется на открытом рынке и представляет инвестиционный интерес. Очень много проектов можно направить по этому пути. Это может быть проекты типа социальные сети с внутренними валютами, игровые проекты, всякие геймкоины, мобильные приложения. То есть там, где есть возможность привязать токен, используемый внутри системы, к росту самой системы, к масштабу, где есть некая масштабируемость продукта этого. Возникает некий инвестиционный интерес, возникает естественный вторичный рынок, на котором торгуются эти монеты. Соответственно, возникает некий интерес для инвестирования. И кроме того, вы получаете некую функциональность в вашем проекте, то есть ваш проект автоматически имеет зашитую в него систему привлечения средств и даже монетизацию некоторую. Можно выпускать токены, которые привязаны к equity в компании, но это требует согласования с регуляторными органами, потому что это как бы выпуск securities. Это схема, которая как бы может быть реализована, если вас как бы одобрило государство. Мы как бы предлагаем некую другую схему, продвигаем. Это схему, при которой выпускаются некие ваучеры или некие вот объекты, которые, допустим, как внутренняя валюта социальной сети. Эта схема легальна, абсолютно, в принципе, при правильном подходе и позволяет привлечь деньги в ваш проект, не отдавая долю в equity компании. То есть вы продаете некий цифровой продукт, который имеет переменную ценность, торгуется на открытом рынке, используется в вашей системе, привязан к ее масштабу. Если ваша система растет, то и продукт растет в стоимости. Это как бы, в принципе, то, что блокчейн сейчас действительно может дать бизнесу, потому что это вот здесь и сейчас работает. Текущий масштаб рынка ICO таких вот – это порядка 10 миллионов, я думаю, в месяц, плюс-минус. То есть это уже не совсем маленький рынок, это уже некий рынок. И все больше компаний идет по этому направлению. Сейчас приходит осознание к людям, что возможны некие новые пути привлечения финансирования. И это одно из них. Оно, повторяюсь, абсолютно легально. И такие штуки назывались опкоины. Это название где-то два года существует на рынке. Они получили какую-то негативную прессу немножко. Мы называем их немножко по-другому. Мы называем их Customer Application Token, CAT. Вот он, CAT нарисован в виде волны. Что это такое? Давайте дадим определение. CAT – это криптографически гарантированный переводимый блокчейн токен, который используется как интегральная внутренняя часть функциональности приложения, имеющая определенную внутреннюю стоимость, устанавливаемую на открытом рынке. Немножко разберем это определение. Что это значит? Что это есть криптовалютный токен. Если вы не теряете приватные ключи, вы не теряете доступ. Он используется в каком-то приложении. Кроме того, ценность этого приложения обеспечивает также некую ценность токену. При этом этот токен торгуется на открытом рынке. Все это дает блокчейн-система. Вы получаете это автоматически. Когда вы пускаете такой токен на блокчейне, вы все это имеете. Вы имеете схожесть с монетой. То, что вы можете хранить эту монету и вас ее не могут забрать, если не знают ваших приватных ключей. Он автоматически получает доступ к какому-то вторичному рынку. Если вы можете перевязать его к какому-то механизму внутри вашего приложения, то он может как бы расти в цене и он может представлять инвестиционный интерес. Потому что если ваша система растет, то и стоимость этого токена растет тоже. По сути дела этот CAT ближе к цифровому продукту, чем к ценной бумаге фактически. Вы ничего не нарушаете, вы не продаете securities или ценной бумаги, вы продаете цифровой продукт, который используется в вашем приложении. Или ваучер на ваш продукт, например, вторая схема. Здесь можно рассмотреть его тоже. Но уже как бы времени нет на это. Поэтому давайте говорить о таких коинах, которые используются как внутренняя валюта, например. И что это за цифровой продукт? Это цифровой продукт с переменной стоимостью, который определяется на открытом рынке. Есть механизм, который привязывает его к успешности вашего аппликейшена, приложения. Если оно успешно, то эта цена увеличивается. И поэтому здесь существует интерес для инвестиций. Вот это направление, по которому можно пустить очень много проектов. Вы можете подумать о том, как оно может быть использовано в ваших проектах. Его нельзя назвать новым, то скорее осознание приходит к людям, что вот эти схемы ICO могут быть обобщены на значительно более широкий класс проектов. Не только на криптовалютные, а вообще на любые. Даже на обычные бизнесы оффлайновые, по сути. Вы можете сделать группон на блокчейне. Вы можете продавать, допустим, такие вот купоны, которые дают большую скидку на ваш продукт. Они тоже будут торговаться на вторичном рынке. То есть вы отдаете всю маржу, но вместо маржи вы привлекаете большое количество пользователей. И при этом вы получаете вторичный рынок. То есть как бы группон на блокчейне тоже такая схема. Может не столь привлекательная, как эта схема, описанная выше социальной сети, но тоже как бы валидная. И здесь очень большое направление для развития. В принципе, только ваша фантазия может ограничить вас здесь. Потому что это направление может быть использовано для очень большого количества проектов. Соответственно, это будет развиваться. Я думаю, как бы целью криптовалютного комьюнити сейчас является то, чтобы эта схема жила и развивалась. Она может стать действительно многомиллиардным бизнесом. Она может как бы зачахнуть при большом количестве внимания регуляторов, которое может возникнуть из-за большого количества всяческих ее неправильных использований, мошенников, которые туда могут прийти. Поэтому очень важно является действительно эту схему развивать. Это может быть некий третий путь для бизнеса привлечения средств. И он более такой естественный для многих проектов. Поэтому я надеюсь, что это будет развиваться. Подумайте, как это может использоваться в ваших приложениях. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Александр. Есть еще время на вопросы? Угу. Есть? Ну, много. Так, по-моему, первая рука была тут. Спасибо за доклад. Очень впечатляюще. Но главный вопрос, при чем тут Wix? Хороший вопрос. Да, я как бы не успеваю за такое небольшое время прописать еще свой проект. Я просто рассказываю про эту самую схему. Поэтому мы сконцентрированы исключительно на выпуске custom токенов этих. Потому что наша система, она отличается немножко от Ethereum. Мы фокусируемся на токенах. На том, чтобы их можно было очень легко и просто выпускать на блокчейне. Торговать именно блокчейне. У нас есть некая внутренняя биржа, которая будет работать очень быстро. Там как бы блокчейн будет использоваться для settlement, а вот order matching так называемый, то есть выполнение ордеров будет мгновенно. И можно будет выпускать бесконечное количество токенов. Есть некие схемы, сложные очень схемы криптографические, которые мы используем для этого и разрабатываем. Которые позволят нам масштабировать наш блокчейн и позволить нам выпускать огромное количество токенов, которые будут быстро переводиться, быстро торговаться. Поэтому мы фокусируемся на вот этом рынке выпуска user defined как бы определенных пользователям токенов. И это наше главное направление. Для чего они могут быть использованы? Для чего угодно. Это одно из направлений. Также они могут быть просто использованы для токенизации любых ассетов. То есть вы можете привязывать к этим токенам какие-то акции. Просто можете привязывать к ним рубль, доллар, что угодно. Переводить доллар на блокчейне. И фокус у нас именно на токенах. Поэтому Waves развивает это направление как свой главный use case на данном этапе. Еще вопросы? Добрый вечер. У меня вопрос. Я знаю, что подобная схема была представлена на платформе Next. Там есть встроенная биржа, но на мой взгляд она обладает теми же возможностями. Но она не пользуется популярностью. По ряду причин. И мне хотелось бы узнать в чем отличие вашей платформы от этой. И такая проблема существует, что все токены торгуются за валюту платформы. Да. Есть ли в проекте создание такой схемы, чтобы токены торговались не только за валюту платформы, но и сами с собой? Да, да, да. Я про Next очень хорошо знаю. Я очень много занимался Next перед Waves. И все идеи, которые у меня возникли по поводу Waves, они возникли в то время, когда я Next занимался. Next как бы у него проблемы с разработчиками в основном. У них достаточно странное видение развития проекта. Чем их децентрализованная биржа плоха? Она привязана к блокчейну. Там все операции на блокчейне выполняются. Допустим, когда вы шлете орден на бирже, вы должны платить комиссию. Когда вы снимаете, вы опять платите комиссию. Выполняется он в течение минуты. Кроме того, сам Next вообще не масштабируется никак на уровне баз данных. То есть там есть некие технические проекты, проблемы, которые мешают реализации потенциала Next, который очень на самом деле хороший. Также нет в нем торговли токена к токену. То, что вы упоминаете, у нас это есть, автоматически появляется. Кроме того, у нас будут токены, привязанные к фиатным валютам, к рублю, доллару, евро. И вы сможете просто торговать любыми токенами, как на обычной бирже, за рубль, за доллар, за евро. Чего в Next нет. У них Next сейчас тоже фактически нет, они развивают новую систему. Поэтому они понимают, что надо что-то делать. У нас несколько другое направление. Мы считаем, что нужно сделать простой способ выпускать токены на блокчейне для бизнесов и простых юзеров, который будет масштабируемым и реализуемым как бы действительно в гигантском масштабе, чтобы можно выпускать их миллионы, они быстро переводились. Этого вообще нет. Вы не можете сейчас выпустить токен спокойно, без проблем, ни на каком блокчейне на самом деле. Этого просто нет. На nxt, кто знает про то nxt, это единицы таких людей. И то nxt как бы работает не очень хорошо. Вы не можете прийти, запустить клиент и выпустить токен. Мы хотим это сделать, эту схему развивать и дать понять бизнесу, что это действительно может быть гигантским направлением развития, которое может быть действительно многомиллиардным очень скоро. Здравствуйте, у меня есть два вопроса. Вы сказали, что если выпускать токены без привязки к классическим акциям, то эта схема абсолютно легальна. А в какой юрисдикции вы осуществляете деятельность? То есть мы разрабатываем систему, как у нас есть английская компания, она практически занимается операционной деятельностью. То есть оплачивать зарплаты разработчикам и такое прочее. По поводу юрисдикции эта схема может быть реализована грамотно, юридически в любой юрисдикции, я думаю. Потому что здесь вы ничего не нарушаете. Это просто вы продаете цифровой продукт, не более того. Когда вы продаете некий токен, это все равно, что вы продаете электронную книжку. Понятно, что электронную книжку можно продавать в любой юрисдикции. Так или иначе. Поэтому здесь во всех разумных юрисдикциях с нормальными законодательными базами эта схема реализуема бесспорно. Спасибо. И второй вопрос. Сейчас, наверное, все-таки большинство проектов, которые выпускают токены, они пока имеют довольно ограниченное обращение. Но, допустим, эта сфера будет расти. Допустим, будут реальные торги. Новый мир, такой же, как сейчас акции и облигации, появится именно в виде последствий ICO. Какие у вас есть планы по тому, как противодействовать, например, манипуляциям с этими токенами? Да, здесь, естественно, по мере развития экосистемы будут появляться разные игроки, в том числе и плохие. Соответственно, у нас запланировано развитие децентрализованной системы репутации. Если вы знаете, допустим, бизнес-левел в WebMoney, мне нравится своих подход, он будет нами децентрализован. По крайней мере, мы будем стараться это сделать. До этого момента возникают сервисы, которые по опыту криптовалютной жизни всегда возникают сервисы, которые фильтруют мошенников. В том же NXT были много проектов таких, которые собирали деньги, но не было больших мошенничеств, потому что люди способны, комьюнити способны фильтровать плохих игроков так или иначе. Потому что действительно здесь есть некий crowd intelligence, который работает, который раньше не мог просто работать, потому что не было интернета, но он есть. Я думаю, что crowd intelligence будет заменять всякие системы KYC и IML, и за ним будущее. Еще вопросы? У меня два вопроса. Первый – это реализованы ли у вас смарт-контракты в торговле между токенами, когда пользователи меняют одни токены на другие по определенному курсу? Второе – можно ли на базе вашей системы сделать торговую площадку двойного акцион, в котором пользователи выставляют активы на продажу, допустим, одних токенов на другие? Естественно, то, что вы говорите, не требует использования смарт-контрактов, это просто биржа. Она у нас есть. Смарт-контракты в понимании Ethereum, у нас их нет и, скорее всего, не будет. Я планирую развитие неких усеченных контрактов, как Bitcoin, то есть non-turing complete, то есть не-turing complete контракты, потому что я считаю, что полностью выполнение произвольного кода на блокчейн, это очень рискованная штука и до развития определенных вещей, которые позволят его контролировать, ее делать просто не стоит. Но какие-то зачатки смарт-контрактов у нас будет. А биржа, она у нас уже есть, разрабатывается и она смарт-контрактов не требует на самом деле. Это возможность торговать токены. К токену будут, возможность строить биржи на базе Waves тоже будут. Они уже фактически есть. Еще один вопрос, наверное, да? Александр, добрый день. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что вот эта процедура с эмиссией каких-то токенов происходит вся внутри Waves, внутри блокчейна Waves, правильно я понимаю? Конечно, конечно. И, соответственно, все манипуляции, которые происходят, происходят за счет fee Waves. Да, естественно. Можно будет платить комиссии в ассетах некоторых избранных. То есть майнеры могут брать, а могут не брать. Можно будет платить комиссию в рубле, например. Окей, тогда следствие, я правильно понимаю, что эти токены это некий ассет, который в рамках этого блокчейна существует, правильно? Совершенно правильно, да. В этом случае хранение остатков по этим ассетам, то есть оно как бы, оно же так и будет разрастаться, 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 и оно как бы так и будет оставаться внутри блокчейна. Ну просто получится, что у нас, как в случае Xnext, будет куча ассетов, которые существуют, про которые уже все давным-давно забыли. И что в этом плохого? Это как бы запись в базе данных, но она есть, как бы записали в базе данных что-то. Ну не стирать же, пускай там будет… Ну ладно, понятно. Мой основной вопрос был касательно ICO внутри Waves. То есть по факту вы хотите предоставить площадку для того, чтобы другие компании проводили свои ICO на базе Waves? Да, использовали не только ICO, использовали токены в бизнесе, так скажем. Потому что есть возможность использования децентрализованных токенов ограничена только вашей фантазией. Здесь бесконечный простор есть для полета мыслей. И совершенно новые приложения будут появляться в самое ближайшее время, я уверен. Это очень… просто люди до конца еще не осознали, как можно использовать эти токены. Фокус на смарт-контрактах, да, но в принципе без них можно много всего сделать. Спасибо.